Всем привет, с вами Акима Маглина, с луканской выставки яхтинный фестиваль 2019. Сейчас мы с вами находимся на яхте BIM VANDERVALG, производства голландской V3. Новая модель, которая называется Pitch Club 660. Верх получила премию за инновацию данной яхты. Первая инновация яхты состоит в том, что моторы расположены в платформе для купания. Они полностью вынесены из жилых зон. Инновация номер два – это салон яхты, расположен в кормовой части, самая широкая часть горта, который можно осуществить прямо с платформы для купания. При этом категория сертификации этой яхты – класс А, океанский класс. Давайте расскажем про каюту, которая расположена в самой широкой части корпуса. Обычно располагаются в самой широкой части корпуса спальные зоны, поскольку в жилых зонах владельцы проводят минимальное количество времени. Паюты от борта до борта. 5 метров 80 сантиметров шириной. Называется Full Beam. Здесь располагается телевизор, холодильник, кухонная зона, огромный большой шикарный диван с большим количеством посадочных мест. И, что самое интересное, он располагается очень близко к воде. То есть можно сразу почувствовать морской бриз, шуршание волн. И также то, что моторы расположены в кормовой части, вынесены за пределы жилых зон. Это говорит о том, что лодка будет очень тихая и с минимальным количеством различных вибраций, которые дают двигатель на весь корпус. Она сделана из алюминия. Здесь стоит привод Volvo Penta IPS. Два мотора по 1050. Данная лодка может быть построена в размерном ряду от 19 метров до 30. Сейчас производственный цикл занимает 13 месяцев. Сейчас наверху можно протестировать и посмотреть первую модель Pitch Club 600. Сам модельный ряд разработал совместно с ветхью известнейший галанский архитектор. Изработал и экстерьер, и интерьер. Берг Вандербарк достаточно опытный в строительстве и в отделке именно металлических яхт. Это сталь либо алюминий. И в отделке всегда используют самые высококачественные материалы. Дизайн интерьера может быть любым. То есть это полный кастом, который клиент для себя выбирает. Различные цвета, различные формы, различные компоновки. Все можно разработать при строительстве данной модели. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы находимся во втором салоне. Это рубка или пост управления. Самые последние мониторы Garmin, на которые выведены все бортовые системы. Стабилизатор, генератор, бортовой компьютер. В общем-то, сейчас инновации уже... Сейчас производители оборудования вышли на такой уровень, который позволяет владельцу лодки самостоятельно справляться с управлением. Это очень легко, просто и комфортно. Сейчас мы переместились в открытые зоны этой лодки, в которых у нее три. Кормовой кокпит. Флайбридж. Флайбридж также оборудован на пост управления. Очень большой салон. Как видите, зональность... У нас есть много разных различных зон. Когда большое количество костей присутствует на борту, они могут распределиться по этим зонам и друг другу не мешать. Кто-то может читать книжку, кто-то может отдыхать, кто-то может ловить рыбу с носа. Сейчас мы в носовом толпу. Здесь есть зона гриля. Зона мокрая для мусья продуктов. И огромные два больших дивана, которые соединяются в один. Здесь можно натянуть также тент, который выдвигается из стоек специальных карбоновых и натягивается полностью целиком, создаёт тень. Можно загорать, можно отдыхать, можно купаться и прекрасно проводить время. На мой взгляд, такая концепция сейчас становится наиболее и более популярным, открытой. Это называется open day book. Но это не совсем open day book. Здесь можно совершенно спокойно проводить каникулы, недельные выходные, либо недельные отпуски, переходя с одного острова на другой, либо переключаясь в земки в Адриатике. Концепция набирает обороты. Я думаю, что модель действительно заслуженно получила этот приз инновационный. . . . . Продолжение следует...